Что ж, у меня было два мешка здравого смысла, 10 пакетиков знаний по фармакологии, 2 конспекта по анатомии и физиологии центральной нервной системы и 4 инструкции к лекарственным препаратам. Сейчас я расскажу вам, что я делала с этим набором для того, чтобы не попасть на шоу экстрасенсов и как к этому всему относится популяризация науки. Несколько лет назад я серьезно заболела. Врачи подозревали рассеянный склероз. Это очень серьезное заболевание. Оно через короткий срок делает из человека полного инвалида и убивает. Я чувствовала себя очень плохо в тот момент. Просто не только физически, это не только были какие-то головные боли, головокружение, слабость и так далее. Я еще и все время думала о том, как это вообще будет. Вот я сейчас буду медленно терять свои функции. Я перестану нормально говорить, перестану нормально ходить, а потом совсем умру, просто умру. Можете себе представить, что это за состояние, не правда ли? И вот однажды я пыталась заснуть, отгоняя от себя эти мысли. И со мной произошло некое событие, которое я теперь называю одним из самых жутких жутких в моей жизни. Я никогда не хотела бы, чтобы оно повторилось. Эти ощущения достаточно сложно описать, но тем не менее я попробую. Мне показалось, будто мое тело раздувается, как шар, наполняемый воздухом. Все сильнее и сильнее. Прямо ощутимое давление откуда-то изнутри. Я подумала, вот сейчас я шевельну хотя бы пальцем, и меня разорвет. И это будет такая дурацкая и страшная смерть. Я лежала и думала, пожалуйста, пусть это прекратится. Я не могу больше, я не выдержу. Раз, и все кончилось. Как будто вообще не было. Как будто я просто взяла и убрала это силой своих мыслей. Но что именно со мной вообще случилось? У меня было два варианта, как объяснить это событие. Это мистический вариант и научный вариант. В чем состоял мистический вариант? Наверное, на меня снизошло некое просветление, и я смогла вылечить себя силой мыслей. Потому что после этого моя болезнь пошла на спад. А потом выяснилось, что рассеянного склероза нет. Так, хороший вариант на самом деле. Но здравый смысл и знания фармакологии шептали мне на ухо. Проверь инструкции к лекарственным препаратам. Там написаны побочные эффекты. Я решила послушать этот голос, прочитала инструкции, посоветовалась со своим врачом. И врач мне подтвердил. Да, такие эффекты вполне возможны. Ваши препараты просто искажают восприятие. Ничего страшного. Как только курс лечения закончится, все пройдет. И все прошло. А теперь, я думаю, вы задаете себе вопрос. А при чем здесь популяризация науки? Так давайте же поищем ее вместе. Когда человек сталкивается с каким-то непонятным ему явлением, он тут же стремится объяснить его. Как это попыталась сделать я? И у этого человека, как и у меня, всегда будет два варианта. Мистический и научный. Это стремление объяснять все подряд и искать закономерности везде, даже там, где их нет, называется апофенией. Слово звучит страшно и необычно, но я уверена, что каждый из вас с этим сталкивался. Например, бывали ли с вами такие ситуации, вроде, вот спите вы, спите, просыпаетесь, смотрите в угол комнаты, и вам кажется, что вот там кто-то стоит. Но вы помните, что дверь вы хорошо заперли, никто не мог проникнуть. Значит, это призрак. Вы включаете свет, и оказывается, что это стул, а на нем какая-то одежда лежит, еще что-то. Вот. Никакой мистики. Неожиданно. Вот это и есть апофения. Стремление искать привычные очертания и закономерности в том, что мы видим и чувствуем. Когда вы слышите новости, на Марсе обнаружено лицо, это тоже апофения. Этот механизм помог нашим предкам закрепиться и выжить. Если наш предок, какой-то такой косматый человек, сидел в кустах и вдруг услышал шорох, то ему намного выгоднее предположить, что это тигр, потому что тогда он спасется и передаст свои гены. Гены, в которых закреплена апофения. Стремление объяснить то, что происходит, правильно. Но как мы видим с историей, в которой стул показался вам призраком, как только включается свет, выясняется, что мистическое объяснение неверно. Верно объяснение научное, потому что это то, что можно проверить, то, что можно доказать. Но что делать? Ведь специфика современного знания такова, что информации слишком много. Вы не можете оставить все, сесть и начать изучать биологию, физику, химию и так далее, вот так углубленно, прям постоянно. Это просто невозможно. Любой узкий специалист скажет вам, в моей науке можно углубляться бесконечно, вы ни за что не изучите ее. Что делать? Куда бежать? А бежать к популяризаторам науки. Когда ученый сам упаковывает свои знания в некую форму, которая удобна для восприятия, это намного быстрее и удобнее. Вы не можете каждую неделю изучать новую науку, но вы можете каждую неделю ходить на новое научно-популярное мероприятие. Сегодня на ТЭД, завтра на лекцию по квантовой механике, а послезавтра на мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи. Почему нет? Да пожалуйста, хоть каждый день. И вот тут вот возникает вопрос, но зачем она вообще мне, вот эта вот наука эта ваша, у меня в жизни такого не бывает, она мне не нужна. И знаете, что я вам скажу? Неправда. Наша жизнь, жизнь каждого из нас пронизана наукой сверху донизу. Например, вы знаете, что каждый девятый россиянин верит, что прививки опасны для здоровья. Это не значит, что каждый девятый россиянин, кстати, сколько нас тут в аудитории? Глупый человек. Нет, у него просто нет соответствующих знаний, знаний об иммунитете и вакцинации. Но если он эти знания получит, он сможет сделать правильный выбор. И это именно то, что дает наука и рациональное мышление, возможность сделать правильный выбор. Делать прививки или нет, проголосовать за одного кандидата или за другого — это тоже научные знания. Экономика, философия в какой-то мере, политика. Везде постоянно нам нужны научные знания, и мы можем их поучить. Следующий вопрос, который возникает у людей, это «А если я откажусь от мистики, не будет ли мой мир серым и скучным?» И опять же «Нет». Нет, не будет. Разве может мир, в котором есть звезды в десятки раз больше нашего Солнца быть скучным? Нет, не может. Разве может быть скучным мир, в котором мы знаем, какие реакции прямо сейчас происходят в наших организмах? Нет. Наука рассвечивает мир гораздо более яркими красками, чем любая мистика. Хотя бы потому, что наука — это то, что мы знаем точно, что мы можем доказать, что мы можем увидеть и пощупать собственными руками. Так давайте же делать наш мир ярче, доступнее и понятнее. Давайте нести науку в массы и давайте передавать знания дальше. Спасибо за внимание.